МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом форуме приняли участие 165 участников, ИФТ превратился в один из самых крупных форумов в мире. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие отменили или перенесли запланированные на это время формы. Но Казанский федеральный университет решил пойти другим путем и провел шестой международный форум по педагогическому образованию в новом, виртуальном формате. Участие в ИФТ приняли более чем 900 ученых из 30 стран мира. Насколько был велик интерес к форуму, могут охарактеризовать более 32 тысяч заходов на виртуальные площадки форума. Таких цифр заходов на сайт университет достиг впервые. Все это говорит о том, что форум интересен не только ученым, но и специалистам в области образования, студентам и родителям. Я хочу поздравить всех в Казанском федеральном университете за их большие усилия, чтобы эта фантастическая, невероятная конференция вновь состоялась. Ничто не помешает Казанскому университету организовать ИФТ, организовать и организовывать каждый год. Мои искренние поздравления. В ходе работы форума ученые со всего мира обсудили вопросы моделирования личности учителя нового типа. Проблема совершенствования системы непрерывного педагогического образования. Зарубежный опыт как источник инновации в совершенствовании отечественной системы педагогического образования. Но основным направлением работы форума была цифровизация современного педагогического образования. Более 60% докладов были сделаны на эту тему. 20 международных экспертов в области подготовки учителей цифровизации прислали свои видеоматериалы с ответом на вопрос, с какими основными проблемами столкнулись учителя, ученики и родители в их стране в условиях пандемии COVID-19 и какие уроки из создавшейся ситуации нужно извлечь при подготовке учителей. Все это войдет в теорию и позволит совершенствовать дистанционное обучение во всем мире. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть самые важные моменты с панельной дискуссии по теме роли российских университетов в подготовке учителей. Модератором секции выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, российские ученые, а также почетный профессор университета Оксфорда Йен Мендер, Великобритания и профессор университетского колледжа Дублина Конор Гелвин. Позвольте мне представить участников нашей пленарной дискуссии. Это Юрий Петрович Зинченко, профессор, декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Исаак Давыдович Фрумин, профессор, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики, Алексей Львович Семенов, профессор, диспетитный член РАН и Академик РАУ, Файдар Мини Мансурыч Калимурин, Роза Алексеевна Валеева, Алишев Тимирхан Булатович и нашей зарубежной коллеги, это Йен Мендер и Конан Келлор. Прежде чем передать слово нашим уважаемым спикерам, я бы хотел сделать небольшое вступление в нашей дискуссии в конце первого десятилетия XXI века, когда многие педагогические университеты стали объединять с классическими университетами, была сделана попытка соединить преимущества традиционного фундаментального образования в предметных, особенно естественно-научных областях классических университетах с достижениями педагогических возрастов психолого-педагогической и прикладной подготовки учителей. Идея объединения прозвучала, как вы помните, в послании президента нашей страны федеральному собранию еще в 2009 году. Я цитирую, было сказано, что педагогические вузы должны быть постепенно преобразованы в крупные базовые центры подготовки учителей, либо факультеты классических университетов. По-видимому, вот можно было бы подвести первые итоги десятилетней работы по реформированию педагогического образования, связанному с присоединением педагогических вузов к классическим университетам. Хотел бы сегодня обсудить с вами, уважаемые коллеги, какова или каковы роль и задачи классических университетов в современной системе педагогического образования России. Этот вопрос становится особо актуальным в свете недавно принятого правительственного решения о передаче педагогических институтов в ведение Министерства просвещения и очевидной попытки создания более или менее замкнутой, это тоже моя точка зрения, замкнутой отраслевой системы подготовки учительских кадров. Поэтому приглашаю наших ключевых спикеров к дискуссии, если можно, по данным вопросам. Но прежде всего хочу кручить, если есть такая возможность, Юрий Петрович. Вот хотелось бы, чтобы сделал приветствие, Юрий Петрович тоже параллельно ведет у нас еще один круглый стол. Пожалуйста, есть возможность включить? Да. Уважаемый Ильша Таркадж, уважаемые коллеги, спасибо, что пригласили участвовать в этом важном заседании. И несколько реплик на эту тему по поводу исследовательского направления педагогических университетов и, конечно, фундаментальность образования. Наверное, они только помогут подготовить в том числе хорошего учителя, в первую очередь учителя-предметника. С одной стороны, наверное, должна быть какая-то общая рамка подготовки учителя, подготовки педагога. И здесь мы понимаем, что необходимы какие-то вещи близкие именно к стандарту для всей страны, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, и вопрос об особенности и уникальности каждого университета, где готовится учитель будущий, она тоже может находить отражение. Поэтому вариативность, которая основана на традиции того или иного учебного заведения, вполне может присутствовать и привносить в том числе и особенности в подготовку будущего учителя. Тем более мы понимаем, что в такой стране, как наша, когда мы занимаем одну седьмую часть суши, когда мы имеем такое разнообразие языков, такое разнообразие культур, необходимо учитывать этим и в том числе и национальные особенности, и психологические особенности, исторические, географические, то есть массы всего. Поэтому, конечно, у нас не может быть одинаковой подготовки учителя во всех университетах, которые готовят педагогические камеры. Ну и, конечно, традиции нужно развивать и продолжать. Необходимо также и изучать лучший опыт из зарубежных университетов и широкая вариативность вот этих треков вхождения в учительство. Наверное, тоже к ней нужно внимательно присмотреться и, может быть, тоже подумать, насколько это было бы полезно для нашей системы педагогического образования и подготовки учителей. Ну, какие бы ни были программы, какие бы ни были треки вхождения в учительство, наверное, самую главную компетентность и компетенцию, если это можно так будет назвать, и одновременно самую сложную – это умение любить детей, с которыми ты занимаешься, которых ты учишь. Это, наверное, самое важное качество, которое в процессе обучения должен присвоить себе каждый будущий учитель. И в этом, наверное, и залог успеха, и в этом, наверное, вот та более высокая эффективность всего того образовательного процесса, в котором всем приходится участвовать. Коллеги, и еще раз в завершении хотел поблагодарить Ильшат Рафкадшу. Здоровья и удачи, коллеги! Ильшат Рафкадшу. Ильшат Рафкадшу. Мы слышим и видим вас. Все хорошо, рады, что все живы-здоровы. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо вам и Айдару Малышу и за то, что организовали этот важный разговор и за то, что позвали. Потому что, честно говоря, я вот когда слушал вашу постановку вопроса, то я понял, что на самом деле ведь он для меня оказался жизненно важным с юности. Потому что, когда я поступил на математический факультет Красноярского государственного университета в 70-е годы, то я знал тогда, что у меня в дипломе будет написано «Математик, преподаватель математики». И вот когда я сейчас думаю, может быть, это была неправильная модель, ведь зачем читали педагогику, когда 90% не собиралось пойти в школы, а зачем читали функциональный анализ тем, кто пойдет в школу и никогда не будет им пользоваться. Но сейчас я, конечно, понимаю, что для тех, кто пошел потом сразу работать в школу, было исключительно важно, чтобы они понимали, что такое современная математика. Это был бы ужас, конечно, если бы мы выпускали в школу, особенно в основную старшую школу, педагогов, которые только хорошо знают школьную программу, которые не понимают вот этого огромного пуя, который лежит за школьной программой. Поэтому, с моей точки зрения, ну и это показывает цифры, роль классических университетов в подготовке педагогов, она исключительна. Модель узкого профильного вуза, который готовит совесть учителей, а эта модель уходящая. Мы не видим ее как усиление ни в одной стране, которую мы знаем. А мы изучаем вместе, кстати, с коллегами из Казанского федерального университета мировой опыт довольно подробный. Спасибо большое. Но я хочу сказать тоже, у меня тоже в дипломе после окончания университета написано физик преподавать. Поэтому, видимо, это было характерно для всех нас, кто заканчивал высшее учебное заведение в советский период. Вот уже не первый раз в работе нашего форума принимает участие наш коллега, математик, педагог Алексей Львович Семенов. Пожалуйста, Алексей Львович. Спасибо большое. Дорогой Шат Равкатович, я хотел бы тоже начать с персональных воспоминаний. Слышно меня? Слышно, слышно. Хорошо. Слышим, видим. Спасибо. Да, спасибо. Ваша американская улыбка нам всегда импонирует. Нет, я ее вырастил на родной почве. Что касается моего вида, я собираюсь постричься в воскресенье, наконец. У нас ослабляется самоизоляция, и я постригусь. Спасибо. Значит, говоря о персональных обстоятельствах. Ну вот, я помню, как Иша Травкатович горячо отреагировал на мое воспоминание о том, что моя бабушка из Смоленской губернии, приехала в Казанский университет, чтобы стать учительницей. Вот. Так что это просто очевидная такая традиция. И я очень ценю как раз вот это мое прошлое и мое наследие. И теперь, что особенного может дать вот именно фундаментальная подготовка, о которой говорил Исаак Давидович в своем выступлении, о котором тоже упоминал Игорь Петрович, для будущего учителя. Я хотел бы подчеркнуть одну деталь, что сегодня на самом деле всякий человек должен быть по-своему исследователем. Он оказывается в новых непривычных условиях постоянно. Ему нужно разбираться самому. И достаточно просто слушать, что начальство приказало. Это безнадежно. Всякий человек должен быть исследователем, должен уметь работать с информацией. То есть модель, которую мы готовим в классическом университете, это модель исследователя. Физика, математика, филолога, историка. И вот эти исследовательские качества, на которые ориентированы и такие исследовательские университеты, как Высшая школа экономики, и наши классические федеральные университеты лучшие, должна быть в жизни уже не избранных ученых, а каждого гражданина. Разбираться своим умом, вести исследования на рабочем месте, потому что ситуация меняется, и не нужно ходить на курсы повышения квалификации, которые часто тоже отстают. А нужно это делать на рабочем месте. Вот к этому исследованию и к учению всей жизни должны быть приобщены наши студенты, наши выпускники. И потом, придя в школу, они точно так же должны продолжать учиться вместе со своими детьми, с школьниками, с учащимися. Вместе с ними продолжать исследование мелких феноменов, история своей деревни. Вот школьник должен заниматься исследованием того, что было опять-таки с его бабушкой. Мои дети ездили на мою историческую родину. И также и они. Размещать их на цифровой карте, давать туда воспоминания, фронтовые письма и так далее. Вот эта модель, которая воспитывает в наших выпускниках именно классический университет, вот она очень существенна для каждого учителя. Но и это тоже означает, что действительно, по желанию студента, хотелось бы, чтобы педагогическая практика была доступна и нашим студентам, может быть, даже кому-то с первого курса, вот я упоминал свой прецедент. Я не настаиваю, кому-то, может быть, после курса педагогики и психологии, которые институт принесет. Но вот почувствовать себя в школе, я думаю, надо предлагать, но не навязывать, каждому студенту, опять-таки, будь он химик, будь он филолог и так далее, чтобы он понял, что такое школа, что такое сегодняшние дети. И, может быть, у него появится желание не просто прийти туда на практику, а потом в ту же самую школу, может, в своей родной деревне прийти работать и после окончания университета. Вот мне кажется, что эта перспектива должна быть ясна и честно предъявлена каждому нашему студенту, что для тебя карьера учителя интересная, почетная и очень важная для страны и для республики. Вот я думаю, что вот такой патриотизм учительский важно донести до каждого студента классического университета. Ну, вот это, пожалуй, что все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Алексей Львович. Ну, а если позволите, я буквально несколько слов хотел сказать в продолжении вашего выступления. Хочу сказать, что в составе Казанского университета имеется сегодня два лицея, а буквально с 1 сентября мы открываем в составе университета еще одну общеобразовательную школу, емкостью на 600 учеников, и вот там вместе, буквально со столом, с рабочим местом учителя будет рабочее место и для студентов. И наши студенты, наверное, со второго семестра первого курса начнут уже работать в школе. И они будут реагированы к школьной среде. Спасибо. Вот чем хороши такие круглые столы, что все время соизмеряешь свои действия с тем, о чем думают наши ведущие коллеги. Спасибо большое. И к нашей дискуссии я прошу включиться известного нашего зарубежного, ученого, профессора Иэн Ментера. Напомню для коллег, господин Иэн Ментер является профессором университета Оксфорда и приглашенным профессором нашего казанского университета. На сегодняшний день он один из наиболее, наверное, известных экспертов в области подготовки учителей в мире. Я с удовольствием предоставляю имя слово. Пожалуйста. Хорошо, я сяду поближе к микрофону. Итак, очень рад вас видеть, и для меня большая честь выступить в рамках этой панельной дискуссии. Мои самые теплые приветствия, ректор Ишат Равка Чугафурова. Очень рад вас видеть. И приветствую всех наших коллег, которых я вижу на экране. И прежде чем я начну, я хочу поздравить всех в Казанском федеральном университете за их большие усилия, чтобы эта фантастическая и невероятная конференция вновь состоялась. Ничто не помешает Казанскому университету организовать ИФТ, организовать и организовывать каждый год. Мои искренние поздравления. Итак, первый вопрос. Какова роль и задача экологических университетов? Я думаю, что наши уважаемые спикеры уже прокомментировали этот момент. Я думаю, что главная роль и задача университетов в педагогическом образовании это сохранение высокого качества этого самого образования. Университеты — это ключевые источники научных зданий в любом обществе. И они могут усилить каждую предметную область изучения. И если мы подумаем о подготовке преподавателей в университетах, где находится самый центр этих исследований, где готовится предметная область, и нет другого места, где лучше изучать эти предметные области. Это классические университеты, безусловно. И то, как педобразование развивается в Казанском федеральном университете, это выдающийся пример того, как максимально эффективно использовать ресурсы крупного университета, того, чтобы улучшить и развивать высокое качество подготовки учителей. Я хотел бы также упомянуть два исследования с учетом той работы, которую я проводил в России. Первое — это исследование Дональдсона, которое было подготовлено в Шотландии в 2010 году. Это был анализ высшего педобразования в Шотландии, и в тот момент я работал в Шотландии. И какой же вывод сделал Дональдсон, изучив различные аспекты педобразования в Шотландии, и включая... он включил значительные рекомендации, и... Дело в том, что педобразование в Шотландии, оно очень высоко ценится по всему миру. Но тем не менее, Дональдсон сказал, что больше университетов, то есть больше факультетов и подразделений университетов должны участвовать в педобразовании. То есть это не должно замыкаться на только факультетах педагогического образования. И именно это мы и наблюдаем в Казанском университете, в Казанском федеральном. То есть участие различных подразделений в этой работе. То же самое, что происходит в Шотландии, вы это знаете, и насколько сильно педобразование в Шотландии. Второе исследование, или отчет, это отчет БЭРы, Британская ассоциация исследований в области образования. Это отчет я представлял в Казани, он 2013 года, исследование в области профессии преподавателя. И это соотносится с исследованием Марии Тереза Тату, которая изучила опыт лучших или самых эффективных систем подготовки учителей и сопоставила их с теми странами, которые стоят в этом вопросе. И выяснилось, что те страны, у которых успешная система подготовки учителей, у них очень сильная, мощная исследовательская база. Я знаю, что у вас прекрасные отношения со школами и в том регионе, где находится ваш университет. Более того, у вас своя собственная школа, что можно рассматривать как некую лабораторию для отработки тех или иных моментов, технологий. То есть исследования и эти разработки вы тут же интегрируете в свою работу. И это уникальный случай, если мы смотрим практики в других частях света, и в том числе в Англии. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, господин профессор. Прежде всего, всегда приятно слышать хорошие оценки в свой адрес. Каждый человек скажет, что хорошо он или плохо, если даже работает, то добрые слова всегда ему только в помощь. А сейчас я хотел бы предоставить слово человеку, который работает на сегодняшний день у нас проректором по внешним связям. Кимир Фан Булатович Алишев. Спасибо, Лешат Равкатович. Я боюсь показаться несколько технологичным, но я при этом хочу сказать, что все-таки подготовка кадров в университете, сама задача по обеспечению кадрами, система образования, она не решается. У нас в Российской Федерации фактически найм преподавателей – это полномочия директора школы. У каждого директора школы свои стандарты. И основной стандарт – это на самом деле просто закрыть ту вакансию, которая есть в предстоящем учебном году. И, конечно, серьезная оценка качества того преподавателя, который к нему пришел, он заняться не может. И мы изучали мировые системы найма, и их условно можно разделить на два типа. Одна система действует в более таких малых странах, скажем так. Это система, когда фактически отбор учителей происходит на этапе их поступления в университет. То есть Министерство образования финансирует ровно то количество, примерно то количество мест в вузах, которые потом понадобятся для закрытия кадровой потребности в школу. Фактически найм педагога происходит при поступлении в университет. И такие системы организуют очень жесткий отбор на этапе приема в университет. То есть там очень жесткая система экзаменов приема в университет на педагогическом направлении, они очень селективны. Вторая система, она действует в более масштабных странах, когда фактически подготовка к педагогическим кадрам может заниматься любое образовательное организации высшего образования, если она имеет соответствующую лицензию на данный вид деятельности. И фактически в данном случае поступают большие массы на эти педагогические направления. Такие системы и университетские системы менее селективны. Но основной отбор происходит на этапе приема в школу. То есть это этап сертификации, допуску к профессиональной педагогической деятельности. В настоящее время в Российской Федерации фактически не реализована ни одна из этих моделей. И, конечно, с точки зрения заказчика, с точки зрения региональных органов власти в том числе, конечно, принять решение относительно одной из моделей, это было бы достаточно интересной перспективой. Безусловно, здесь всегда возникает вопрос количества и качества. То есть если вы хотите обеспечить качество, выводите дополнительные экзамены, то вы, к сожалению, снижаете количество. А если ваша задача обеспечить количество, то, к сожалению, вам придется поступить с данным качеством. И в этом смысле я хотел бы сказать просто, что когда мы сейчас обсуждаем с вами подготовку педагогических кадров в университете, мы должны понимать, что мы делаем это для кого-то. И на самом деле в системе необходимы всегда дополнительные решения. То есть на уровне университетов мы не всегда можем принять все необходимые решения, чтобы решить конечную задачу, обеспечить высококачественными, квалифицированными кадрами наши образовательные организации. Коллеги, я еще раз хочу поблагодарить за ваше внимание и поблагодарить за те точки зрения, которые сегодня высказываются. Спасибо, Тимир Ханбалатыч. Сейчас я вот хочу передать право модерировать профессору Валеевой. Роза Алексеевна, пожалуйста. А сейчас я хочу предоставить слово директору Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдару Мансульчику Калимулину. Я думаю, его позиция тоже будет очень интересна. Огромное спасибо, уважаемый Алексей Двович, Исаак Двович. Дискуссия, участниками которой мы сегодня являемся, на мой взгляд, имеет очень важное такое методологическое, прогностическое значение для меня, для моих коллег в Казанском федеральном университете. Существуют некоторые опасения о том, что наша национальная российская система педагогического образования вновь будет ориентироваться в себя, вовнутрь. И то, что сейчас формируется такая отдельная корпорация специализированных педагогических вузов, это тоже заставляет не только нас не просто конкурировать, а просто думать о своем месте в системе подготовки учителей в России. И в этой связи я буквально скажу несколько слов о очень сложной истории педагогического образования в России, которая зародилась уже в конце 18 века. Она насыщена примерами, эпизодами параллельного развития университетского и специализированного педагогического образования, их микса. И вот в этом, наверное, состоит особенность России. И традиционный вопрос для России – это унификация и вариативность, централизация и децентрализация. Она как раз-таки в оценках наших зарубежных коллег в современных условиях обретает очень актуальное звучание. Спасибо, Айдар Мансурович. И можно я вкратце прокомментирую выступление Айдара Мансуровича? Я думаю, инициатива, которой вы занимаетесь сейчас, это просто замечательная инициатива. Я думаю, то предложение, которое вы выдвигаете, основываясь на предыдущих опытах, извлекать только самое лучшее. Мы никогда не забудем, что были учителями химии, физики или английского языка в каком-то маленьком городе. Но мы всегда несем эти знания и профессиональный опыт и перспективы в будущее. Потому что будущее – это то, где будут работать наши учителя. Что вы думаете, насколько способен русский учитель, российский учитель работать в завребежной школе? Я думаю, для любого учителя будет потрясающим опытом работать где-то за границей. Если возможно организовать такой опыт по обмену, это было бы просто потрясающе. В связи с пандемией коронавируса у нас возникли ограничения по перемещению. Физически мы не можем никуда ездить. Мы теперь рассматриваем так называемый виртуальный обмен опытом. Пару лет назад мне повезло работать с группой учителей в Елабуге. Мы рассматривали возможность так называемого и твининга, то есть обмена опытом, когда один учитель может работать с своим классом и обмениваться классами в других странах. Краткий ответ – это электронная форма. И если вы можете такое осуществить, то, конечно, это будет неплохо. Это поможет вам стать лучше учителем и приобрести неоценимый опыт. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за активное участие в нашей сегодняшней дискуссии. Особо отдельно хочу благодарить господина Конора за упоминание Елабуги, поскольку и моя трудовая педагогическая деятельность, и профессора Калимулина тоже начиналась в Елабужском педагогическом институте. Я преподавал там физику для будущих учителей. И поэтому сегодня у нас есть реальная возможность сравнить то, что было, то, что сегодня есть, с учетом тех или иных, с нашей точки зрения, ошибок в своей в том числе деятельности, попытаться внести определенные корректировки подготовки учительских кадров. Нам очень приятно, конечно, вас всех видеть сегодня на экране. Единственное, сожалею, что мы не можем посидеть, и вы не можете попробовать исполнить вкус наших национальных блюд. Это большой минус нашей сегодняшней конференции. Но в то же время хочу сказать, что те темы, которые мы обсуждаем, и вы сказали спасибо вам за это, по каждому направлению, мы чувствуем, что мы идем в правильном направлении. И я как ректор университета ни дня не сожалею, что направление, выбранное нами несколько лет назад, связанное именно с педагогическим образованием, в качестве приоритетов, оно оказалось правильным. И даже мы сегодня получили это подтверждение в одном из ведущих рейтинговых агентств. Ну, а сейчас разрешите всех вас еще раз поблагодарить за встречу нашу, за дискуссию, за комментарии всех тех постановочных вопросов, которые были в самом начале озвучены. И сказать, что мы предложим все усилия, чтобы следующий наш форум все-таки был не в виртуальном формате, а мы реально могли обнять друг друга и почувствовать энергетику друг друга. Желаю вам всем здоровья и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok